Микс Ньюз Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире программа «Подоплёка» и мы продолжаем наше расследование о закупках пригородных электропоездов, и не только электро. Итак, мы все с нетерпением ждём решения Бюро по надзору за закупками, которое должно решить судьбу последнего конкурса о закупке этих пригородных поездов. Эта эпопея длится уже 10 лет, и её жертвами стали уже целый завод Рижский вагоностроительный, несколько государственных должностных лиц, а на кону сейчас ликвидация государственного предприятия «Пассажирский поезд» «Пассажиры Вилтсенс». Мы призываем вас всех участвовать в этом расследовании со своими мнениями, комментариями и вопросами. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните в студию, мы постараемся вывести вас в прямой эфир. А сегодня в программе «Подоплёка» участвуют авторы и ведущие Людмила Прибыльская и политик и предприниматель Андрис Морозов. Добрый день. Добрый день. Итак, на прошлой неделе в нашей программе эксперт, директор Института национальных ресурсов Сергей Анцубов предположил, что неудача конкурса по закупке электропоездов связана с банальной корыстью. Он упомянул, что обычное вознаграждение стороне заказчика составляет минимум 2% от стоимости заказа. А при сумме закупки сначала 210 миллионов, а сейчас почти 250 миллионов евро, это составляет около 5 миллионов. Неплохая прибавка к пенсии какого-нибудь эффективного менеджера или партийную кассу. 5-7%? 5? Нет, 2% он сказал. Сказал минимум 2. Ну ладно. Давайте посмотрим, как менялись политические назначенцы на предприятии пассажирский поезд в период проведения конкурса. Данные регистра предприятия, всесильный гугл позволяют это сделать и восстановить цепь событий. Итак, список руководителей и членов правления пассажирского поезда занимает 3 страницы упористым шрифтом. У предприятия изначально, с момента создания его в 2001 году, имелись совет и правление. Поначалу в совет входили профессиональные железнодорожники. Улдис Петерсонс, Василий Христин и Марис Брэмзе. Первое правление возглавила Линда Балтоня, представлявшая тогдашую партию власти «Латвийский путь». Примечательно, что желающие погреть руки на государственном заказе в пассажирском поезде появились не сразу. Как мы помним и как мы рассказывали в прошлый раз, бытность министра сообщения Айна Рашлессерса силами рижских предприятий, большей частью рижского вагоностроительного завода, за три года, с 2006 по 2008, были обновлены 68 вагонов пригородных поездов на общую сумму 13 миллионов 700 тысяч латов. 75% этой суммы предоставил Европейский фонд регионального развития. Предполагалось, что продление ресурсов, выпущенных еще в советское время электричек, последняя из них была 1988 года выпуска, позволит провести конкурс на постройку новых и получить их на линии, начиная с 2013 года. Сейчас у нас 2019-й, а поездов нет. И как до эфира заметил Андрис Морозов, мы, наверное, единственная страна в Прибалтике, которая осталась на постсоветском транспорте железнодорожном. И при этом Европа объявила приоритетом зеленую энергию и экологически чистые перевозки. Уже идет не один день. И дискуссии они все время идут, но как-то с железнодорожным транспортом у нас никак не получается. Ну, неприятно, так можно сказать. Мягко говоря. Да. И самое интересное, что, как мы видим, даже при новой политике коллекционной, то вопрос управления железной дороги, ОДЗ, у нас стоял на приоритете. Ее собирались менять. Как-то это все зашевелилось, но очень быстро угасло. То есть ты думаешь, что их не отправят в отставку Берзин Шедвина и его заранее? Я вообще-то не понимаю премьер-министра. И только могу отнести это его позитивизм, американский позитивизм. Все-таки это гражданин Америки. Он у нас премьер-министр, можно сказать, гражданин Латвии. Но вырос он и родился в Америке, учился там. Все-таки менталитет у него американский. И такой более позитивный, как мы видим, человек все время улыбается, доверительный, значит, и доверяет своим людям. Но возьмем министра экономики. Не получилось у них железной дорогой. Мы убрали управление в Латвэнерго, сейчас называемым ТЭТ, как новый аэробрендик уже назвался. И поставил там своего друга, у которого не получилось работать в лайн-фарме. Сначала в лайн-фарме не получилось, потом в железной дороге не получилось поставить. Но поставили сейчас временное управление в Латвэнерго бывшем. Вот и это так получается, коллекционная сила сейчас так работает. Если не получается, то из мухи слона не получилось сделать. Но найдем другую муху, с которой можно сделать слона. Вот мое такое понимание. Но, как мы видим, страдает от этого просто, опять же, население. Электрички все-таки работают при вижье. И люди, да, они как-то отремонтированы. Но это все-таки не тот транспорт, которого сейчас 21 век уже желает. Как мы видим в Эстонии, например, в Финляндии или в Литве, транспорт уже совсем другого качества. И людям намного удобнее там ездить и приятнее. Поэтому и, скорее всего, пробки у нас все-таки в Риге еще есть. Потому что люди все-таки, ну, такой транспорт, как электричка, они не используют. Зачастую. А едут на машинах, передвигаются на машины в город. Потому что все при вижье, начиная от Елгавы, например, да, заканчивая, там, я не знаю, с Алкорстами. Сигуды работают очень большое количество, работают в Риге. Что они делают? Они едут с утра в Ригу. И вечером с Риги едут обратно домой. Ну, я думаю, здесь не только в удобстве дело. Дело в том, что у такой техники, как железнодорожная, существуют ресурсы. И это связано с вопросами безопасности. И это не просто, ну, как бы, косметика какая-то, что мы вот не хотим на таких некрасивых поездах, а хотим на красивых ехать. А просто, действительно, при ремонте этих электропоездов был дан срок дополнительного ресурса. Это на 15 лет. И, соответственно, если там 2006 год первые поезда были выпущены, значит, в 2021, хочешь не хочешь, у них кончается срок службы. И поэтому, видимо, поэтому министр сообщения, Талис Линкетс, в ответ на Димаш своего коллеги Рейерса, который заявил, что, ну, ныне, прежде объявленный победителем «Шкода» вагонка не выдерживает с его точки зрения репутационных рисков, если, значит, результаты этого конкурса не будут утверждены, значит, соответственно, Линкетс утверждает, что будет ликвидировано предприятие «Пассажирский поезд», потому что ему не на чем будет возить. Лис, ну, мое мнение такое, во-первых, надо поставить вопрос, нужен ли нам пассажирские перевозки вообще как таковы. Ну, мне кажется, этого вопроса никто и не ставит, ну, в таком ключе. Да, ну, а этот вопрос должен был быть, да, проанализировав количество дотаций на такие виды перевозки, например, да, на одного человека, проезжающего в электричке, например, да, количество летнее, оно, конечно, увеличивается, потому что и туристов количество увеличивается, и направление Юрмала, например, там, Салкроста, да, но все-таки, с другой стороны, если мы смотрим, то рационально это удобно ехать в хорошем транспорте, который тебя устраивает, и передвигаться в тот же самый центр города, куда ты работаешь. Но второй вопрос, который нужно было бы задать, на сколько лет мы, опять же, откинемся обратно, если мы сейчас эту закупку аннулируем? Нам, если мне не изменяет память, уже третий раз была переделана, и опять же, все остальное, да. Как мы смотрим, сумма, она там разится минимально на эту закупку, да, и выигрывает все-таки минимальная цена по условиям качества, затребована. Но Шкода-Вагонка – это крупный европейский завод, который производит транспорт для очень многих стран, и в этом конспекте Латвия очень маленькая страна, чтобы показатель, или был бы показатель на мировом, ну, как бы, фонде закупок, так можно сказать, да? Ну, вообще, в этой связи у меня возникает такое недоумение, что, ну, министр публично озвучивает подозрения, его личное, о репутации предприятия, которое пока еще никак, ни в каком контексте не является ни подозреваемым, ни обвиняемым, ни обвиненным. И, да, и… Ну, парадокс, ну, это 99% сейчас данных таких обвинений, они ничем не подкреплены, да, их просто ничем подкрепляют. А, наверное, это, вот опять же, мы можем говорить о том, что полицейскую академию все-таки не надо было закрывать, ну, не хватает кадров, по большому счету. Да, министрам нужен курс повышения квалификации. У нас есть звонок, давайте мы вспримем его, будьте добры. Вы в эфире говорите. Добрый день, Константин. Здравствуйте. Здравствуйте. И потом вопрос, да, то есть, ну, вы сказали, что среди прибалтийских республик, единственное, что мы ездим на старом фонде, глубина ямы позора намного больше, потому что даже эта полиэтарная Белоруссия ездит на новых поездах электрических, которые, на минуточку, построила завод с нуля, не имея его до этого никогда, производя сейчас поезда, электровагоны и метро, составы для метро, и вышли на рентабельность. Константин полностью согласен? Да, вопрос в другом, да. Десять лет у нас проблема с этой закупкой. И за десять лет, сколько я недоступно слушаю эти обсуждения, никогда ни разу не поднимался вопрос о том, что было бы, если бы эти 250 миллионов, которые собираются закупить эти несчастные поезда, стали бы в качестве транша кредитного Рижскому водостроительному заводу с условием, что он обязан его вернуть с поездами в пользу государства, ну, допустим, с траншем по 50 миллионов на пять лет, чтобы они восстановили свое производство. Кто-нибудь спросил у РВЗ? Константин очень правильную тему затронул, да, и хотел это тоже затронуть. Да, и получить. И какой бы уровень потом прибыли, арендабельности и пользы для государства, вложив 250 миллионов в свое собственное производство, обеспечить вечный дефицит вагонов, Это, кстати, не первая закупка, которая могла бы так послужить. Это не первая. Спасибо, Константин, за ваш комментарий, за ваш вопрос. Андрей сейчас ответит. Полностью согласен с Константином, при том, что, напомню, радиослушателям, это не первая закупка, которую Латвия делает в рамках улучшения, например, инфраструктуры обслуживания и транспорта. Первая закупка была Министерство обороны, когда мы закупили бронетранспортера 72-го года рождения, на 74-го, на энную крупную сумму, которая в два раза даже больше, чем сейчас мы говорим, 200... То есть мы могли бы сами выпускать бронетранспортеры? Как мы вспомним, да, у нас есть... Ну, да, я думаю, вот, как экономист, я рассчитываю на то, что если мы вложили производство, например, которое у нас было раньше, так можно сказать, да, это Долгопольский завод. Локомотив. Да, локомотив. Это Рижский РР, например, да, и вагонный завод. Елгавский РАФ, например, да, где инфраструктура, по большому счету, сохранилась. И вознаграждение производства, ну, не таких больших денег и просит. Но это было бы наше производство. Мы говорим очень много о экономике, которая не растет в Латвии, но не заботимся о ее росте, так можно сказать. И это две большие закупки. Мы как доноры для других европейских стран. А что мешает, например, сейчас производить те же самые вагоны? Как мы видим, например, тот же трамвайный пути... Трамвай ему нуждается и в Риге, например, и в Лепой, и в Долгополсе. Но, кстати, началось все с краха закупки трамваев на Рижском вагоностроительном заводе, потому что они были готовы и трамвай для Риги выпускать, низкопольный. Но тогда, опять-таки, была выбрана Шкода, и эту возможность для Рижского вагоностроительного завода не дали. Теперь Рижская дума, в свою очередь. Самое интересное, например, в Долгополсе они покупают трамваи сейчас с российского производителя. Они доказали, что ввиду этих даже санкций этот завод под санкции не попадает. Как я понимаю, мэр Долгополса Андрея Александрович выставил публикацию о том, что первые трамваи уже готовы отправки на Латвию. Это показатель того, что и Константин говорил. В Белоруссии есть свои новые поезда, новые трамваи. То есть они сделали завод с нуля, а мы свой завод закрыли фактически в 2017 году. И даже не думаем о том, что нам надо его возобновить, хотя у нас есть господзакупки, которые обязуют нас производить или закупать. То есть ты думаешь, что эту историю можно открутить назад? Мне кажется, уже сумасшедших нет, которые бы взялись опять за РВЗ. Не, ну, поезд уже ушел, так можно сказать, насколько бы это ни было прискорбно. Но если брать закупку бронетранспортеров, которых подарили, по большому счету, с металлоломной площадки, потом их отвезли в другую страну на реновацию, ревитализацию, их возобновили, и потом они приехали только в Латвию. За деньги уже. Да, мы потратили там, если не ошибаюсь, там порядка полмиллиона, ну, 500 миллионов, да, там, получается. Сейчас у нас закупка на трамвае, сейчас у нас закупка на электричке. Но почему мы не могли бы производить это у себя? Да, это уже 10 лет могли бы поднимать экономику страны. Спасибо. Сейчас мы перервемся на новости и рекламу. Ждем вас, дорогие радиослушатели, после перерыва. И, напомню, телефоны 672-12-93-9, 672-13-93-9. Мы обсуждаем закупку пригородных поездов для Риги и для Латвии. Возвращайтесь к нам. Снова здравствуйте. С вами в студии Людмила Прибыльская, автор программы «Подоплека» и политико-предприниматель Андрис Морозов. Итак, мы в прошлой части программы отметили тот вопрос, что каждая новая политическая коалиция пытается продвинуть на ключевые посты в государственных предприятиях своих людей. И отметили, что в предприятии «Пассажирский поезд» эта тенденция появилась после того, как министр Айнар Слессерс ушел в отставку. Что произошло дальше? Значит, 12 марта Шлессерс уходит. Линду Балтонину на посту председателя правления 6 августа того же года сменил Андулис Житковс, выбранный, как сообщалось в прессе, аж из 55 претендентов. Ну, правда, он был зам госсекретаря Министерства сообщения до этого. Видимо, у него были плюсы какие-то среди этих 55 претендентов. Так вот, он ныне числится в редакт движения «За развитие за» и во время предвыборной кампании продекларировал. «Я не могу спокойно смотреть, как коррупанты и их пособники безнаказанно продолжают реализовываться и преступные схемы, чтобы выживать за счет общества, как они все больше захватывают власть. Не за это я шел на баррикады», – сказал нам Андулис Житковс. Ну, так вот, я посмотрела его декларации должностного лица, его послужной список, и оказалось, что наш Андулис подвязался на госслужбе с 97-го года практически сразу, как он получил образование. Сначала он был старшим референтом департамента отразительной политики Министерства сообщения. В 2001 году его выдвинули директором инвестиционного департамента. В 2003-м преминистре Роберта Зилла и Стеф Зимюн-Бриве он становится членом Совета международного аэропорта Рига. Без отрыва от основной работы, но с зарплатой в министерстве он получил чуть больше 13 тысяч латов в год, а в аэропорту еще 5,5 тысяч. Наверное, работал он хорошо, так как сохранил место в аэропорту при смене политического руководства министерства, которое перешло к латвийской первой партии в лице Айнара Шлестерса и Кришниса Петерса. Возможно, это является косвенным показателем того, что как раз эти люди корысти не искали и своих назначенцев на должности не пропихивали. Однако с уходом Шлестерса из министерства сообщения все изменилось. Правительство возглавил Валтис Домбровский с изъединенства, а министерство сообщения – представитель партии ТЭФ Зимюн-Бриве Каспар Герхардс. Мы помним, что 2009 год был кризисным. Вся страна затянула пояса. ВВП Латвии упал по официальным данным на 14%, а по неофициальным на четверть. Трудно пришлось и новому председателю управления пассажирского поезда. Если в последнем жирном 2008 году он получил от налогоплательщиков 52 тысячи латов, а ради этого, конечно, стоило идти на баррикады, то в кризисном 2009 всего 36 734 лата. В том числе в министерстве сообщения, как заместитель госсекретаря – 11,5 тысяч, в пассажирском поезде – 17 тысяч, а еще он числился в аэропорту Рико Продолжал, там 2600, на госпредприятии «Латвия» с Гайса Сатексом – 2000 латов и «Латвия» с аутоцелью «Остеры Тайс» – почти 3000 латов, а также в государственной автотранспортной дирекции – там всего 640 латов. Рядом с Андрюсом Житковсом в правлении пассажирского поезда появился однопартийц нового министра – Андрей Пожарнов. Прессия утверждала, что он, как и Житковс, выдержал предназначение большой конкурс. Одновременно его включили в Совет Латвийской железной дороги. Наверное, тоже в результате конкурса. Чисто случайно, наверное, он был делегирован партией, которая служила с 1995 года. Видимо, именно тогда врач-хирург Рижской больницы скорой помощи Андрей Пожарнов ощутил веяние времени и вступил в национальную партию Тевсома Эндреевой. Тот же год он прошел в Сейм по ее списку и больше к парчебной деятельности не возвращался. Ну, наверное, трудно сочетать радикальные политические лозунги и ксенофобию. Всклятвая гиперкрата. Примечательно, что декларацию должностного лица за 2009 год он подал как председатель правления Государственного акционерного общества «Электрон» из Киасакари и на основной работе получил 18,5 тысяч латов. В то же время он поработал депутатом Рижской думы, где восклавлял депутат финансов, получил за год почти 13 тысяч латов. Был заместителем председателя совета «Рига Сатексмы» и там получил чуть больше 3 тысяч латов. Председателем консультативного совета «Рига Сгайсмы» он служил, а также на Латвийской железной дороге как член правления получил почти 4,5 тысячи латов. Ну и пассажирский поезд заплатил ему 13 тысяч латов. Ну вот, и он еще получил государству переплаченный социальный налог, потому что его общие доходы превысили 35 тысяч латов, а суммы, превышавшие эту сумму, тогда вот не надо было платить социальный налог. И ему вернули личный счет 6 тысяч, почти 7 тысяч. Ну вот, по мелочи в Рижской думе он получил еще 1 200 латов, а вклады в банках на общую сумму 42 тысячи евро принесли ему около 700 евро дивидендов. Таким образом, он отчитался в 2009 году за 60 тысяч 833 лата. В 2010 году пожарного, не переизбранного накануне в Рижскую думу, освободили от должности члена Совета Латвийской железной дороги. Однако в пассажирском поезде его жалование в этот тоже кризисный год выросло в 2,5 раза и с лихвой перекрыло потери по другим фронтам. Почти 32 тысячи латов. Он также продолжал служить в электронной скисакаре и заработал там 24 382 лата и 20 центов. Ну, поскольку среди жертвователей партии в списках КНАП он не значится, деньги он мог потратить на личные нужды или передать в частном порядке по методу ныне подследственного депутата Сейма Закатистова. Так что мы видим, что история с назначением людей из партийных списков на государственные должности, она имеет глубокие корни. Это не только сейчас министр Немиро пытался, так сказать, подвинуть членов правления Латвийской железной дороги или Латвэнерго. И более того, мне кажется, что как раз предыдущий Сейм восстановил должности Советов, вообще Советы при государственных предприятиях. Ведь одно время их ликвидировали, как кормушку такую. Чем тогда это мотивировалось? Ну, наверное, на тот момент мотивировалось тем, что правления, которые назначались, не могли, не исполняли то требование, которое должно было быть при их работе. Вот вернулись обратно для того, что Совет сможет это сделать. Как мы видим, Совет тоже не справляется, потому что, ну, вопрос, от которого мы начали, это закупка электричек, да, 10 лет уже как-то не решается. Ну, вот нерешительность правительства, оно тоже уже порядка 10 лет, которое не менялось в Латвии. Если мы смотрим сейчас коалиционные силы, ну, это те же самые, ну, единство только под новым названием, под новым соусом, можно сказать, да, по большому счету. Очень хороший расклад был в 12-м семье, они сделали пару саталитов, как серваторы, как паристы. Да, мое мнение, что была попытка еще и с регионалами такое же сделать, ну, те как бы не прошли, не получилось. То есть, ну, как мы видим, коалицию составила партия с наименьшим количеством депутатов. Готумом давили. Да, да, ну, это единство. Ну, их столетная партия, они просто подключились к этому вопросу, да. Если посмотрим персонали, это те же самые люди, которые были раньше в единстве, начинают плавиться, заканчивая Борденсом и Стрике, да, которые, ну, работали под руководством единства уже долгое время. Поэтому, наверное, и закупка электричек как-то не продвигается. Если мы сейчас ее, если они принимут решение аннулировать, то, опять же, мы откидываемся на порядка трех лет, да, новых поездов мы не будем своих видеть. Там уже начнется проект Рейл Балтики, вопрос возникнет, вообще нужно ли нам пассажирские перевозки внутри Латвии на железной дороге. Это тация, это датируемое предприятие, зачем оно вообще будет нужно, и опять этот вопрос откинется. Или наоборот, подключится, но сумма, она будет уже совсем другая. Как мы видим, да, экономика не стоит на месте, но и закупаемая техника, она все-таки дорожает. Или дешевеет деньги, которые идут у нас в кругу. Поэтому, на мой взгляд, вопрос должен быть анализируем, и анализ уже должен был быть давным-давно. Ну, вообще, надо сказать, что сейчас действительно история с конкурсом приняла драматический оборот, ведь если действительно до конца 2019 года предприятие «Пассажирский поезд» не заключит договор на поставку новых поездов, оно не сможет в дальнейшем выполнять свои функции со старым подвижным составом, подлежит ликвидации. И вопрос будет с евроденьгами, что такое, ну, которых мы можем, опять же, недополучить. Да, и ввиду необходимости обновления транспорта, все-таки тогда это будет из кошелька только латвийцев, потому что евроденг уже на тот момент не будет. Ну, помимо того, что электропоезда – это экологически чистый транспорт, и это как бы в русле европейской политики, давайте посмотрим, что это будет означать для нашей экономики, в принципе, ликвидация такого предприятия. Информация к размышлению. Информация к размышлению. По данным регистра предприятий, «Пассажирский поезд» обеспечивает работы 1048 человек и ежегодно уплачивает в бюджет в виде налогов на зарплату свыше 7 миллионов евро. Фонд заработной платы предприятия составляет почти 15 миллионов евро. Средняя зарплата – 1188 евро. Оборот предприятия в последние годы неуклонно рос и достиг почти 70 миллионов евро. Пассажирский поезд работает с минимальной рентабельностью – около 1% от оборота. Однако его прибыль все-таки составляет в последние два года около 1 миллиона евро ежегодно при стабильно низких ценах на билеты. Так вот, говорится о том, что, ну хорошо, ну ликвидируем мы свое предприятие. Придет какой-то иностранный оператор, купит за свои деньги поезда и будет возить наших пассажиров. Вот веришь ты в этот сценарий? Да, он более чем вероятен, даже можно было бы так сказать. И на тот момент мы тогда увидим, что прибыльность данного предприятия будет намного выше, чем сейчас государственного предприятия. Как мы слышали, это миллионы евро в год, минимально 1% рентабельности. А будет ли частная, рентабельность будет совсем другая. Она будет совсем другая. Поэтому и кадры-то будут те же самые работать. Только ответственность будет нести, а не совсем другая. У нас проблема в Латвии, мне кажется, в том, что нет ответственности по занимаемой должности. Получил мандат, работаешь, положил мандат, не работаешь и ответственность не несешь. Занимаемую должность оставил, ответственность не несешь. А если человек будет нести ответственность, то и подход другой уже будет, и результат так же. Независимо от того, как он работает на частное или государственное предприятие. Так получается, что кадры хорошо говорят, что придет иностранный оператор, он должен будет закупить опять-таки поезда. В этом случае можем спрогнозировать, какой может быть сценарий. Значит, если государственное предприятие закупает поезда под государственную гарантию, соответственно, оно может претендовать на примоны, на европейские фонды, на софинансирование какое-то. Значит, частный оператор вряд ли сможет претендовать. Значит, он должен будет полностью из своих каких-то ресурсов опять-таки закупить эти поезда, заплатить кредитные проценты. Но какой частный инвестор будет покупать поезда, если у него нет железной дороги? Тогда бы возникнет вопрос и приватизации железной дороги. Не так ли? Ну, может возникнуть, да. А как мы слышали в последнее время, вопрос о приватизации железной дороги, он тоже где-то веет в облаках все время. Вокруг да около. Так как, ну, не думаю, что какой-то частный инвестор будет вкладывать энные миллионы денег в электрички, да, не имея полотно, на котором ехать. Потому что за него придется платить. А платить придется за то, которое он не обслуживает. А если будет обслуживать сам, то же самое железная дорога, то расходы у него будут минимальные. Если будет это арендовать, то будут выше расходы. А нет, и любой инвестор это считает. Если он, например, будет строить, ну, чисто теоретически, да, нам надо метро в Риге, к примеру, да. Когда придут инвесторы, они не только построят метро, они поставят туда свои, ну, передвижные транспорты, например, да, и будут обслуживать полностью от А до Я. И они тогда будут, ну, считать это ориентабельным, потому что, ну, они будут владельцы ситуации. Ну, это концессия такая типа получается. И для правительства надо, ну, взвесить все А и Я, и тут возникает вопрос, ну, или не доделили, или как они что-то не поделили, например, да, почему этот вопрос возникает. Ну, когда речь идет о конкурсе и о закупке, понятно, что там борются за 2%, за 5 миллионов, или сколько там процентов, или сколько миллионов они там могут поделить с этой закупки. Ну, потом нам-то с этим жить, да, как пассажирам, как клиентам этого предприятия. И получается так, что в случае с государственным предприятием эта ситуация находится в руках правительства, так и прибыль, и рентабельность, и дотации. То есть, а частное предприятие, естественно, оно за 1% вряд ли будет работать, ему нужно будет отдавать проценты по кредитам, ему нужно будет обеспечивать прибыль. Там будет оптимизация расходов, по большому счету, оптимизация расходов, и прибыль будет выше намного, потому что, ну, другая совсем математика будет. Я просто опасаюсь, что в этой ситуации те суммы, которые государство будет датировать на пассажирские перевозки. То есть, мы как покупатели перевозок будем платить больше, вы хотите сказать? Ну, во-первых, мы можем платить больше, или государство будет доплачиваем? Реально, ну, потребитель не может платить больше, потому что в таком случае частный транспорт, то бишь машина, будет намного выгоднее ехать на машине, чем на электричке. Ну, эту ситуацию тоже, ну, как бы разбирали, да, один поезд везет количество пассажиров, эквивалентное, там, я не знаю, 8 или 9 автобусам, да. Просто то, что привозится на перрон и выгружаются пассажиры одномоментно сразу, позволяет обеспечить вообще эту логистику. То есть, такое количество автобусов, которое могло бы перевезти такое количество пассажиров, просто негде не припарковать, не провести через город. Конечно, в любом случае мы говорим о закупке, которая, как кровеносный сосуд, да, который снабжает Ригу, по большому счету, рабочей силой, да. Если его отключить, то будет замыкание, по большому счету, сердце может восстановиться, да. Пробки увеличатся, напряжение тоже, будет большой бардак, и так мы уже понимаем, что бардак будет ввиду строительства Реал-Балтика, которое будет большое, ну, глобальное строительство в середине Риги, и уже коммуникация, она должна меняться, да, куда люди будут, ну, как бы выпускаться, и не будет уже в центре города это. Но, если говорим о закупке, да, и вопрос с этой программой был о подключении оставленников своих, да, ну, получается, то, как мы видим, ввиду того, что как бы политическая ситуация в стране меняется, вариант накатанной работы, он не поменялся, да. Вот как они привыкли, так они работают, только избиратель должен понимать, что ввиду изменения названия там не поменялось ничего. Да, нет новых сил, которые поменяли бы качество работы. Может, они и хотят, но у них не получается, например, ну, может быть, мы не правы, да. Но я надеюсь на то, что закупка будет, что Латвия не будет оставающая страна. Конечно, хотелось бы, чтобы такие транспортные средства, как электрические паровозы, там, трамваи или троллейбусы производились у нас в Латвии, поднимая внутреннюю экономику, да, и воловой продукт, и свои деньги мы не продавали бы, ну, не закупали бы где-то в Европе, да, в другой стране. Производилось бы все в Латвии. Если бы политики работали более ответственно и несли бы ответственность перед своими избирателями, да, не забывали после выборов, что кто их выбрал, да, и несли бы ответственность. Вот этого бы хотелось. Идеалист Андрис Морозов. Ну, все-таки я считаю, что, например, люди в Латвии, они меняются, и меняются в лучшую сторону, да. Если мы даже в городе видим, что город становится чище не только из-за того, что его хорошо чистят, например, а из-за того, что мы меньше начали гадить, значит, и в политике что-то поменяется. Хорошо, еще один звонок примем. Добрый день, вы в эфир говорите. Ну, добрый день, вот будьте любезны, если такой вариант, который вы сейчас изложили, будет закупка операторам и железной дороги, и наших поездов, закупка поездов новых, так сказать, то это непременно же сопровождаться будет кредитом, а гарант кредита вот этого будет государство. А здесь уже масса должно быть посредников, масса, так сказать, желающих поудить эту рыбку в этой воде. И представляете, какая будет картина, когда будет срываться все, будет краток. Да, вот прокомментируйте, пожалуйста, мы эту картину вот такого вот закупок через кредиты, которые гарантия наша Латвия, бензет-Латвия, мы уже наблюдали не один год. И представляете, какие махинации нас ждут впереди. Спасибо. Мы, наверное, всю программу об этом говорили уже, ну, этот вопрос. Ну, кстати, механизм гарантии очень... Ну, кстати, лучше, конечно, производить у себя кредитов было бы намного меньше. Здесь гарант все-таки Евросоюз, потому что большое количество денег идет с еврофондов. Да, государство идет как гарант, но чем дальше мы идем и отказываемся от закупки, тем больше мы денег будем тратить. Все-таки это, ну, дорожает. С каждым разом закупка дорожает все больше и больше. Ну, то есть это промедление фактически является обкрадыванием налогоплательщиков и каждого жителя Латвии за счет этого... Вообще всего проекта как такового получается, да? Да. Чем дальше мы идем и отказываемся от новых поездов, тем меньше потребитель пользуется этими поездами, которые сейчас они едут. Вот мы уже видим на дорогах, ну, в Риге, например, да, в машине, в каждой машине один человек, максимум два едет. Из-за этого, ну, создаются пробки, из-за этого создаётся плохой воздух в городе, в столице, да, и много-много проблем дальнейших, да, в которых там начинают говорить и Рижские думы, и анализ проводится, так можно сказать. Хорошо, в следующий четверг в программе «Подоплека» мы продолжим расследование про латвийские электрички. Вы узнаете, за что судили правление пассажирского поезда, что потеряла Латвия из-за ликвидации Рижского вагоностроительного завода, и почему для «Рейл Балтика» не годятся наши электропоезда. В студии работали автор и ведущая программы Людмила Прибыльская и наш эксперт, политик и предприниматель Андрис Морозов. До следующего четверга, ждём вас в эфире в 12 часов. Всего доброго. Спасибо за приглашение, до свидания.